Дальнейшая судьба Каспи решится в конце этой недели. Пять государств намерены договориться об общих принципах деления моря. Проблема обсуждалась десятилетиями, ведь у каждой из сторон были свои интересы. Вторым по важности документом, объединяющим интересы каждого государства, станет соглашение о безопасности. С какими угрозами предстоит бороться прикаспийским странам, расскажет Ярнур Доржанов. Терроризм, браконьерство, незаконный оборот наркотиков и оружия. Эти угрозы стали общими для государств при Каспии. Борются с ними страны не один год, и только совместными усилиями достигаются положительные результаты. В ходе третьего саммита в 2010 году в Баку стороны договорились сотрудничать в сфере безопасности. Сейчас же назрел вопрос о создании новых механизмов взаимодействия. В этом соглашении зафиксированы основные области, формы, сотрудничества компетентных органов сторон, которые выражены в обмене информации, в обмене опыта работы, проведении каких-то совместных мероприятий, учений, также заключение протоколов межведомственного характера с целью практического взаимодействия каспийских государств в этом регионе. Плечом к плечу прикаспийские государства отражают и другие угрозы. Ежегодно спасательные службы стран проводят совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Буквально несколько дней назад очередной этап прошел в Магистаусской области. В них были задействованы сотни человек, десятки единиц спецтехники, самолеты, вертолеты и морские суда. Одной командой участники боролись с огнем и спасали людей. «Мы все совместными усилиями должны создать безопасные условия на Каспийском море. Надо сообща противодействовать любым угрозам, которые опасны для какого-либо государства. К счастью, в этом вопросе все прикаспийские страны имеют одинаковую позицию». В ходе предстоящего саммита участники подпишут новые соглашения о безопасности, в том числе документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Ернур Душанов, Аяд Дуисимбаев, Хабар-24, Астана. Прекратить ретрансляцию 88 иностранных телеканалов на территории Казахстана потребовало Министерство по информации и коммуникациям. У них уже отозвали свидетельство о постановке на учет. Об этом в Фейсбуке сообщил глава ведомства Даурена Баев. Министр пояснил, что в соответствии с поправками в закон о телерадиовещании, которые были приняты в прошлом году, иностранные теле- и радиоканалы в течение шести месяцев со дня введения в действие закона, обязаны были зарегистрировать на территории нашей республики юридическое лицо, либо провести учетную регистрацию своего филиала. В срок до 9 июля эти требования выполнили 219 зарубежных средств массовой информации, 88 эту процедуру не прошли и теперь рискуют потерять казахстанская аудитория. Смогут ли они возобновить свою работу, рассказали в профильном ведомстве. Это не означает, что эти телеканалы навсегда покинут информационное поле республики Казахстан. В случае заинтересованности продолжения работы в Казахстане необходимо будет открыть свои представительства и повторно пройти процедуру регистрации в полномочном органе. Недостатки в работе госорганов уявили в столичном департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Выяснилось, что большинство нарушений сотрудники допускают из-за того, что не знают требований стандартов, регламентов и законодательства в сфере госуслуг. В агентстве предложили таких работников отправлять на курсы повышения квалификации и стажировки. Кроме того, руководителям госорганов рекомендовали активизировать работу в части профилактики коррупции и оказания государственных услуг в электронном формате. Все объявления, все документы кадрового обеспечения будут приниматься только через ЕХЛСМЕД. Имейте в виду, если вам отправляют обратно, не обижайтесь, потому что сейчас такие требования. Мне интересно, почему-то все выполняем закон о госокупках, закон об обращении граждан, а почему закон о государственной службе, который является нашей настойной книгой, должно быть и мы не выполняем. 61 крупный факт взяточничества выявили в Казахстане за последние две недели. Об этом рассказали представители агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Вину в коррупционном преступлении признал Аким Ордобасинского района Туркестанской области. Он требовал с представителя частной организации 200 тысяч тенге. Руководитель управления по контролю за исполнением и охраной земель Жамбульской области подозревается в получении незаконного вознаграждения в размере 2 миллионов тенге. За неизъятие в пользу государству земельного участка площадью 24 гектаров, принадлежащего крестьянскому хозяйству. Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность должностных лиц областного департамента государственных доходов. В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель, занимавшийся внешнеэкономической деятельностью в период 16-18 годов, на системной основе передавал главному специалисту таможенного поста Майкоп Чагай и старшему офицеру по особо важным делам Службы экономических расследований Департамента госдохода по ВКО денежные средства в виде взятки за общее покровительство и беспрепятственный провоз товаров из Китая в Казахстан на общую сумму более 40 тысяч долларов США. Рассказали на брифинге о фактах передвижения по стране тех, кто скрывается от уголовного преследования. Оставаться незамеченными им помогали перекупщики ЖД-билетов. Они могут отправить пассажиров в любую точку без билета. При этом стоимость такой услуги превышает официальную цену за билет на 50%. Их раскрыли методом тайны покупателя в различных регионах страны. Чтобы обеспечить безопасность на железнодорожном транспорте на базе нацкомпании КТЖ будет создан специальный проектный офис «Одолжел». Четвертые сутки пытаются потушить природный пожар в Жамбулской области. Борются с огнем вручную с помощью специальных лопушек. На помощь жамбулским спасателям пришли их коллеги из Алматы. С воздуха на очаги возгорания уже сбросили 24 тонны воды. В ликвидации принимает участие 177 человек. Напомним, на трансграничной территории Фыргайской республики в труднодоступной горной местности Жамбулского района горит сухая трава. Предварительная площадь пожара около 200 гектаров. Вчера вечером прошел небольшой дождь, тоже помогло сушению пожара. На данный момент пожар локализован, но о полной ликвидации мы сейчас не можем говорить. Так как в труднодоступных местах имеются небольшие дымовые точки, сгорел травяной покров и деревья можжевельника. Сушение пожара мешает сильный ветер в направлении востока. Далее о событиях в мире. Тысяча пожарных борются с огнем в португальском регионе Алгарви. Стихия, вспыхнувшая 3 августа на покрытых лесами холмах, угрожает популярным курортам, городам Силвешу и Порт Мау. Причиной пожаров стала экстремальная жара. Правительство страны объявило мобилизацию спасательных служб на национальном уровне. Португальцы, между тем, опасаются повторения трагедии прошлого года. Тогда огненная стихия унесла жизни 114 человек. В этом году пока сообщается только о нескольких пострадавших. Власти японской префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио, рекомендовали 89 тысячам местных жителей эвакуироваться в безопасное место. Причина – приближение тайфуна Шаньшань. В этом году это 13-й по счету циклон, приближающийся к берегам Японии. Для тех, кто вынужден покинуть свои дома, открыты 33 эвакуационных пункта. В столичном регионе уже отменено более 130 авиарейсов. Серьезные перебои наблюдаются и на наземном транспорте. Особенно это касается поездов в направлении перефектуры Тиба, на которую придется основной удар стихии. Давление в центре тайфуна составляет 970 где-то паскалей. Скорость ветра 35 метров в секунду при порывах до 50 метров. Власти США опубликовали новый список китайских товаров, попавших под 25% пошлины на сумму 16 миллиардов долларов. В нем оказались несколько видов металлов, полимеры, электронные устройства, детали для железных дорог и поездов, комплектующие для трамваев и другие товары. Ранее США уже вводили 25% пошлину на 818 товаров, импортируемых из Китая. Этот шаг президент США Дональд Трамп объяснил нечестным методом торговли со стороны Китая. Кроме того, по словам главы Белого дома, в Китае замечено хищение американских технологий. В ответ на американские пошлины Пекин ввел аналогичные тарифы в отношении 659 товаров, возимых из США. Министерство торговли Поднебесной заявило, что администрация Трампа своими действиями разожгла крупнейшую торговую войну в истории мировой экономики. Немецкие пилоты авиакомпании Ryanair в самый разгар отпусков объявили о 24-часовой забастовке. Кроме них, акцию поддержали их коллеги из Бельгии, Ирландии и Швеции. Отмечу, в эту пятницу пройдет крупнейшая забастовка в истории ирландского перевозчика. Во всех немецких аэростатах ожидается массовая отмена рейсов и опоздание самолетов. Пока неизвестно, сколько всего пассажиров пострадают из-за акции. Но, к примеру, две недели назад из-за стачки было отменено 600 рейсов, а более 100 тысяч пассажиров не смогли вовремя добраться до места назначения. Добавлю, это уже вторая забастовка сотрудников Ryanair за это лето. Они по-прежнему требуют повышения заработной платы, а также улучшения условий труда. Мы, точнее, тарифный комитет Ryanair, решили провести опрос среди сотрудников о забастовке. Результат уже известен. 96% наших коллег высказались за то, чтобы с помощью забастовок бороться за свои требования. Поэтому 10 августа, начиная с трех утра, мы заявляем, что проведем забастовку. А актуальные предложения Ryanair мы считаем тарифным диктатом и не принимаем их. Возвращаемся к событиям в нашей стране. В Уральске прошел второй слет молодежи на тему инновации молодежи потенциала развития газовой отрасли Республики Казахстан. Он был организован компанией «Интергаз» Центральная Азия, входящая в состав АО «Кастрансгаз». На слете презентовали Совет молодежи и определили победителей конкурса на лучший инновационный проект. К слову, компания «Интергаз» Центральная Азия основана в июле 1997 года. Предприятие осуществляет управление газотранспортной системой Казахстана и техническое обслуживание магистральных газопроводов. Всего на конкурс поступило 65 проектов, разработанных молодыми специалистами компании. Из них отобрали 15 самых перспективных. Авторы этих инновационных разработок защищали свои идеи перед специальной комиссией. Были представлены проекты в области газотранспортировки, энергосбережения, робототехники, автоматизации и цифровизации. «Интергаз» Центральная Азия на настоящее время работает более 7 тысяч человек, и 32% из них составляет молодежь. Цель мероприятия – увидеть нашу молодежь, их инновации, авторские идеи. Главная приоритетность, чтобы инновационные проекты были экономически обкупаемы и экономия ресурсов. Александр Самарцев в компании трудится уже шестой год. Из них три года в качестве дефектоскописта. Работа молодого специалиста заключается в выявлении брака на производстве. Именно он отвечает за качество и безопасность труда. В своем проекте Александр предложил внедрить в производственный процесс цифровую радиографию. Идея признана лучшей. Мы используем специальные фосфорные пластины для облегчения работы дефектоскопистов. Тем самым уменьшаем дозу облучения, и экономия составляет в том, что мы используем пленку и химические реактивы для проявки. Такие мероприятия нужны. Это поднимает дух молодежи. Есть стремление, есть развиваться, к чему-то идти и чего-то достигать. Теперь эти разработки рассмотрит научно-технический совет компании «Кастрансгаз». Отобранные экспертами проекты будут внедряться в производство. Аселия Русалиева, Баладжар Лгасов, Уральск, Хабар-24. Новый вид транспорта, электросамокаты набирают популярность на столичных улицах. Все больше останчан можно увидеть на этом экологическом средстве передвижения. Однако большинство водителей, именно к их числу, приравненные лица, управляющие электросамокатами, нарушают правила дорожного движения, двигаясь по тротуарам среди пешеходов. Об утвержденных правилах езды расскажет Марала Маншолова. У электросамокатов есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов – избежание опробок и снижение вредных выбросов. А минус один – это езда по проезжей части дороги в один ряд с автобусами, что несколько волнительно для неискушенных водителей электросамокатов. Ведь еще недавно их относили к пешеходам. Житель столицы Максут Медельканов второй месяц на работу ездит с ветерком на электросамокате. Признается, у экотранспорта преимуществ больше. Экономия на бензине, удобное лавирование между машинами в часы пик, немаленькая скорость, а при необходимости его можно просто собрать и доехать до пункта назначения на автобусе. Новые правила водителя больше радуют. Однако он не исключает и риск управления самокатом на дороге. Вы представляете, да, если по тротуару будет на самокате лететь, человек 32 км в час там врежется в толпу, что там произойдет. Да, наверное, нужно. Но, мне кажется, все-таки все равно отдельную дорогу для самокатов нужно делать. Ну, вот как велодорожки, вот такие. Потому что вместе с машинами тоже небезопасно двигаться. Может быть, какое-то ограничение по возрасту нужно поставить еще. Между тем, правила езды двухколесного транспорта утверждены. Все, кто ими управляют, приравниваются к водителям. Однако прав для этого не нужно. Достаточно достичь 16-летнего возраста. Ездить по тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам нельзя. Придется платить штраф 15 МРП. Почему такой запрет, нам разъяснили в Министерстве внутренних дел. Электрический самокат, который развивает скорость 20-30 км в час до 50. Есть даже отдельные электрические самокаты, которые развивают скорость и 70 км в час. Если они будут двигаться по пешеходным дорожкам, это будет создавать опасность для пешеходов. Водители мопедов и водители электрических самокатов должны передвигаться по велосипедной дорожке, либо велосипедной полосе, если их нет по краю проезжей части, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств. Несмотря на нововведения, электросамокаты раскупают как горячие пирожки. В специализированных магазинах цена на них варьируется от 30 тысяч тенге и почти до 300, в зависимости от моделей и технических характеристик. Примечательно, что за экотранспортом приходят как подростки, так и люди старшего поколения. Продаются очень хорошо, сейчас нынче вообще большой спрос. Покупают клиенты разных возрастов, от малого до среднего возраста. Приходили даже люди старше 40 лет. Это изобретение достаточно новое. Самокат развивает скорость до 70 км в час и заряжается от электросети, за что и получил свое название. Одна зарядка позволяет проехать до 30 км. Только в Алматы спрос на электросамокаты увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. Казахстанцы предпочитают данный вид транспорта как наиболее дешевый в эксплуатации и экологически чистый. Строительство автотрассы в Караганде потребует вырубки свыше сотни деревьев. Этот факт вызвал возмущение у горожан. Новая объездная дорога пройдет через березовую рощу, которая является излюбленным местом отдыха жителей. Взамен подрядчики обещают караганзинцам посадить 4000 деревьев. Марина Золотарева выслушала все стороны конфликта. Скоро в местном оазисе Караганды, созданном руками жителей, застучат топоры. Для строительства объездной дороги придется вырубить 140 берез и пересадить десятки сосен. Горожане грудью встали на защиту любимого места отдыха и требуют от подрядчиков березовую рощу обойти. Чего там только нету. Грибы там растут, шавер растет, иван-чай растет, береза, вязы, осина, караганник. И все это вырубить? Ну разве, когда 50-сантиметровые деревья не принимаются, их сажают из 10,2. А принимаются, то хорошо. Они хочут 10-метровые деревья пересадить? Да ложь это. Вырубят и так и останется. Однако подрядчики уверяют, что просчитали все варианты строительства объездной трассы и выбрали самый оптимальный. Этот проект сейчас проходит государственную экспертизу. Взамен вырубленных деревьев строители обязуются посадить 4000 берез. На проведение лесохозяйственных работ компания выделила свыше 30 миллионов тенге. Рассматривается вопрос выделения дополнительного финансирования для того, чтобы именно на этом участке построить подземный пешеходный переход и сделать шумоизоляционный экран для того, чтобы обеспечить возможность граждан нашего города отдыхать в той части или иной части березовой рощи. Новая магистраль соединит трассу Караганда-Тимиртау и строящийся вокруг областного центра северо-восточный обход. Для возведения объездной дороги из лесного фонда выделено свыше 10 гектаров. К слову, в Карагандинском регионе на лесопосадки приходится меньше 1% от общей площади. Зеленые островки занимают всего 600 тысяч га. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Аслан Демизбаев, Караганда, Хабар, 24. Работы легендарного художника Павла Пикассо впервые выставили в Астане. В Национальном музее открылась экспозиция его редких произведений. Пикассо прославился на весь мир как основоположник кубизма, однако работы, привезенные в нашу страну, открывает художника совершенно другой стороны. Керамические кувшины, тарелки, а также гравюры и графические иллюстрации к легендарной книге Селестина. В общей сложности представлено около сотни подлинных экспонатов из частных европейских коллекций. Посетить уникальную выставку можно будет до 3 ноября. И хотя, допустим, работы керамические сразу бросаются в глаза своей яркостью, непосредственностью, то обязательно обратите внимание на графические работы. Потому что это не просто его графическое наследие, это иллюстрации. Иллюстрации к самым известной наряду с Сервантесом Дот Кихотом книгой, которая представляет собой национальное сокровище наследия Испании. На этом пока все. Оставайтесь с телеканалом Хабар 24. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!